Итак, мы перебрались к созданию баров. Здесь также создается с помощью функции BarPlot, но здесь уже, конечно, побольше таких разных значений, точнее, аргументов, это функции, такие как Hate, Beside, Horace, Names и так далее. Мы сейчас все это по ходу рассмотрим, чтобы было понятно и вас не пугать. Итак, давайте создадим переменную Counts. Для начала это будет количество, table. Также используем mtcars gear. У нас эта таблица целочисленная. Слоку Bar работает вроде как только с таблицами. Теперь мы пишем BarPlot и используем этот наш аккаунт. Это наша таблица. Пишем название графика. И указываем xlab. Ок. Сдался картографик. Ну, такой достаточно простой. На основе этой таблицы. Ну, типа таблицы. На самом деле не совсем таблица, но преобразованная к ней. Теперь, так как мы создали самый простой график, типа Bar, мы, возможно, хотим что-то в нем поменять. Ну и на примере давайте мы поменяем, поставим все то же самое. И на основе этого мы поменяем ему отображение. Ну, не хочу, чтобы я был вертикальный. Хочу, чтобы он горизонтальный. Пишу for is равно true. Потом я хочу обозвать наши линии. Ну и давайте обозовем их. Ну, как бы, не линия, лейблы, так сказать. Как мы в прошлый раз делали, только здесь вот приблизительно по-другому делается. years, запятая, вот здесь вот. Так как у нас три всего их, то мы пишем для каждого одинаково, ну, по-разному. Пять. Нажимаем Enter. И видите, у нас теперь вместо, ну, как бы, мы нас обозвали каждый барчик наш. Вот. Это достаточно просто было. Ну, в принципе, в простой жизни таких вообще графиков вполне хватает. Но иногда бывает так, что необходимо делать сгруппированные бары или там стаковые. Для начала давайте создадим стаковый бар. У нас теперь очистим, как бы, все наши переменные плоты. У нас будет опять переменная counts. Только в этот раз она будет уже, мы сейчас создадим стаковый график. У нас будет она mtcars, vs и mtcars gear. Вот такая вещь. Видите, это как бы двумерный массив. Вот он. Раз, два, раз, два, три. Теперь мы создадим наш бар-код. Ну, здесь все вообще просто. Ну, все то же самое. Counts, запятая. Мы не будем писать, чтобы сэкономить время. xlab тоже не будем писать, чтобы сэкономить время. Пишем цвет. Вот это надо, да. Здесь мы пишем dark.blue, например, запятая, Потом ставим запятая, пишем legend. Она как бы везде есть, так вот это вот, не так, вот так вот. И пишем bro-names count. Я там и арта написал, отлично. Вот, смотрите. Вот таким образом создался график. Как раз у нас идет вот этот call. Ну, поскольку, поскольку у нас двумерный массив, то он автоматически его распределяет именно таким образом, что вот видите здесь 12, вот она 12, потом 3, 2, 10, 4, 1, потом она десятка как бы незаметна. Ну, например, ту же самую четверку выловить реально можно. Ну, как бы она группирует их. Теперь давайте, так как мы с таковой тоже сделали график, то необходимо нам с вами сделать сгруппированный график. По сути, ну, как бы здесь не особо понятно, да, то сгруппированный график будет намного проще. Ничего не меняется, абсолютно ничего, за исключением того, что мы beside ставим равное true. Ой, не сюда, ребята. Вот так запятаем. beside true. Вот, поменялось. Смотрим. Теперь с значениями все проще. 12, 3, 2, 10, 4, 1. Вот и все. То есть, группируется по два элемента. Так, так. То есть, как бы две перемены было бы, как у нас было в линейном x, y. Так, 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 так. Вот. Ну, с барами здесь, в принципе, у нас все. Поэтому, давайте мы перейдем к созданию пай-чаров в языке R. В языке R. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Редактор субтитров.